Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня скринкаст короткий, но очень прикольный. Ну может быть не очень, но простота, с которой реализован процесс работы в Timeline Night Lab меня сильно вдохновила. С одной стороны создавать временные шкалы бывает нужно не часто, но с другой иногда потребность такая возникает. А если знать насколько просто это делается, она может возникать куда чаще. Действительно, если временная шкала делается за полчаса и это бесплатно, то почему бы нет? Все-таки такое представление гораздо красивее и лучше воспринимается, чем горы текста. Как же это делается? Make a timeline. Пусть вас не смущает отсутствие регистрации. Вы являетесь полноправным хозяином документа. Сейчас увидите. Первый шаг. Создать таблицу. И он предлагает создать копию документа в Google таблицах и все. Созданная копия находится у вас на Google диске. То есть это только у вас и только для вас. Но еще для тех, кому вы дадите доступ. А возможность совместного редактирования еще один плюс. Кстати, да. Получается, что для работы с таймлиниями у вас должен быть аккаунт на Google. Но он, мне кажется, есть уже у всех. Документ вы можете перемещать в рамках своего диска. Это уже не важно. Важно, что пол-дела сделано. Вторая половина — это редактирование и публикация. Вы просто в новой строке указываете начало периода, конец периода, год, месяц, число. Можно еще время, но я опущу. Далее заголовок. Это тот, который красивый, большой. Описание. Это то, что поменьше, но тоже красиво. Тут фото или видео, если хотите. Единственное, у меня он не подхватил фото с Google диска. И потом я еще какой-то нашел фото хостинг и с него он тоже не подхватил. Поэтому пришлось завести аккаунт на Flickr. С Flickr все получилось. Вставляем ссылку. Здесь право обладатель, если есть. Здесь caption. Описание, которое будет под фото. И все. Здесь еще можно установить цвет бэкграунда. Сделаем потемнее. И можно публиковать. Ну, чтобы посмотреть, что получается. Здесь публикация в интернете. Весь документ. Опубликовать. Единственное, ссылку нужно брать не отсюда, а из адресной строки браузера. Что-то у них там какой-то сбой. Но они об этом предупреждают. И вставляем эту ссылку вот сюда. Здесь можно указать ширину и высоту. У нас стоит сто процентов, то есть во всю ширину. И шестьсот пятьдесят пикселей высота. Можно поменять. И какие-то дополнительные настройки. Понятное дело, язык нужно поменять. Можно поменять шрифт. Ну, в общем, разберетесь. И вот она. Ссылка. Либо прямая, либо ссылка на встраивание носа через iframe. А сама таймлиния выглядит так. Это все, что они там понаписали, это все можно, даже нужно удалить. А это уже мое творчество. Ну и теперь все изменения в документе будут сразу видны на таймлинии. Давайте добавим еще одно событие, которое произошло в период начала конца. И попробуем добавить сюда еще и видеоролик. Вот ссылка на YouTube. Тут сделаем фон опять потемнее. И у нас появляется, появляется у нас вот такое прекрасное обучающее видео про собственный VPN сервер. Кстати, скринкаст неплохой, посмотрите. Ну что еще добавить? Мир не стоит на месте. Лет шесть назад, если бы кто-то увидел такую таймлинию, он бы сказал вау, круто. Как вы такое сделали? Дорого, наверное. А сегодня это доступно школьнику, причем начальных классов. Все любите друг друга, вообще время дано нам в кредит. И когда-то долги придется отдавать. Не знаем, при чем здесь таймлиния. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.